Скотч отсюда, вот он, видите? Нина Николаевна ещё пытается склеить трещину обычным канцелярским скотчем, но спасти стену пенсионерке не по силам. Такая же трещина уже больше метра в длину с внешней стороны её квартиры. В многоэтажке началось сквозное движение стены. Она совсем меньше была, а сейчас уже больше. Видите, уже расширяется она. Я сколько раз тут ходит, начальство-то, куда нас топит. Они, как сказать, вот ваш дом мы взяли, проклятучий, у вас то одно, то другое. Сторожилы вспоминают, фасад в доме начал трескаться сразу после сдачи жилья, ещё в 60-х годах прошлого века. Видимо, напортачили горестроители. А сейчас от этого страдают больше 40 семей. Кирпичная кладка разъезжается уже в нескольких местах. От сквозных трещин задувают в квартиры. Но это ещё не главная беда. Движение стены – это реальная угроза безопасности. Два года назад на САК и Иванцете уже пришлось расселять аварийный дом, когда из-за движения стены разрушилась кирпичная кладка. В эти выходные новый случай обрушения жилого дома произошёл в Собинке. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Обойдётся ли без жертв здесь? Общественники уверены – пора принимать решительные меры. Или усиление фундамента, или усиление фасада каким-то образом. Но в любом случае управляющая компания должна была провести работу по утеплению вот этих проёмов, которые образовались. Это в первую очередь, чтобы у людей не промерзали квартиры. А второе, если там это не двигается, то это просто заштукатурить. Здесь не сделано ни того, ни другого. Жители рассказывают, управляющая компания хочет отремонтировать фасад по программе капитального ремонта. Дом поставили в очередь на 2020 год. Но вот вопрос – не дойдёт ли за два года ситуация до критического уровня. Тем более люди ремонтировать фасад по этой программе не хотят. В доме протекает крыша, и жители верхних этажей надеются на капитальный ремонт кровли. Я как строитель понимаю, что фасад – это красиво, конечно, но дом садится почти с самой застройки. И даже если его заштукатурят, то это напрасная потрата денег будет. То есть это сейчас дорогостоящие всё это, все эти работы и трещины, как они были. То есть они, ну, через какое-то определённое время всё это было. Ещё одна проблема – дома канализация. В полуподвальном помещении находятся несколько квартир, а перед ними в общем коридоре канализационный люк с нечистотами. Колодец прикрыт всего лишь металлическим листом. Во всём подъезде стоит непередаваемый запах. У нас в запахе бывают ужасающие, кто приходит со стороны и зимой, и летом. Те организации, которые приезжают делать очистку, они всегда нас ругают. То есть ваш дом у нас прямо на особом положении. Как в доме будут решать проблемы с движением стены и канализацией, мы идём узнать в управляющую компанию. Но директор организации «Мой дом» разговаривать не настроен. Сергей, вы идите с камерой, я вам сказал. Уже за закрытой дверью директор убеждал, что маячки на трещинах выставлены. И на этой неделе в доме пройдёт очередная экспертиза, которая установит, насколько опасно движение стен в этом доме. Но подтвердить свои слова на камеру Сергей Гречишин отказался. Мы просим считать этот материал официальным обращением в Государственную жилищную инспекцию. Видимо, решить ситуацию жителям этого дома помогут только надзорные органы. Валерия Саенко, Егор Хребко, 6 канал.